Эту тему подробнее будем обсуждать с нашим гостем Олег Лесный, президент Аналитического центра политика. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Вот размышляла я о том, что же может сделать Украина в данном случае. Конечно же, защитить все абсолютно вот эти узлы невозможно физически в данном случае. Но есть еще и идея от МАГАТЭ за разрешение миссий представителей МАГАТЭ на ряде энергетических объектов Украины. Вот как вы видите, поможет ли присутствие представителей миссии стать более неким таким защитным щитом для украинской энергетики? Хотя видим то, что происходит на Запорожской атомной электростанции, когда там какие-то поджоги происходят, их туда на место происшествия не пускают, поскольку эта станция оккупирована. Как вы видите касательно других станций? Ну, как промежуточная мера может быть, но с другой стороны мы понимаем, с кем мы воюем. И Российской Федерации одной смертью больше, одной смертью меньше, мне кажется, все равно. Но учитывая то, что МАГАТЭ реагирует на нарушения Российской Федерации, скажем так, очень мягко и иногда даже встречи главы этой организации с представителями России, они выглядят дружескими, если смотреть на фотографии. Поэтому я считаю, что эта составляющая может быть, но с другой стороны, как долго могут эти люди находиться на этих объектах и насколько это эффективно. Скорее всего, нужно то, о чем министр иностранных дел и глава офиса говорил о том, что нужны конкретные действия со стороны наших партнеров. Потому что закрытое небо – это один из вариантов безопасности, в том числе и глобальной. Потому что, к сожалению, к большому сожалению, у нас есть в Украине опыт, я думаю, у всего мира. Это Чернобыльская АЭС, которая не остановилась на территории Украины, не остановилась даже на территории Беларуси, я имею в виду последствия катастрофы. Они пошли дальше и имели глобальное влияние на экологию, на здоровье, на все что угодно. Поэтому мы вовремя, мне кажется, превентивно предупреждаем весь мир о том, что Россия нужно в этом компоненте ставить на место. Потому что и формула мира у нас предвидит целый пункт, посвященный ядерной безопасности. И там очень много стран на самом деле подписалось. И как бы они на бумаге и на словах на нашей стороне, на стороне безопасного ядерного топлива и так далее. Но сейчас время как раз отреагировать на то, что делает Российская Федерация. Потому что на самом деле, как говорят украинские эксперты, в августе месяце, когда была одна из больших атак на территорию Украины, то именно на такие объекты тоже были направлены или шахеды, или ракеты. Я сейчас не вспомню, но спасибо нашим ПВО, которые не допустили этих трагедий. Но так не может быть до бесконечности, потому что ресурс у нас, который передает нам Запад, он может иссякать. А надо, чтобы не иссякал. И тогда мы можем гарантировать безопасность этим объектам. И также мы готовы гарантировать глобальную безопасность. С другой стороны, никто не снимает с нас ответственности в том плане, что мы должны на нынешнем этапе попробовать максимально защитить эти объекты хотя бы от шахедов. Потому что, мне кажется, от ракеты очень тяжело что-то защитить. Тем более тех, которые летят на нашу территорию. Но тут ответственность как бы на всех лежит. И мы ее берем на себя и призываем наших партнеров, соответствующие организации, отреагировать превентивно. Не тогда, когда будет уже, скажем так, поздно. Олег, по вашему мнению, как на планы Кремля могут повлиять партнеры Кремля? Китай, союзники, не знаю как правильно, страны, сотрудничающие с Россией, вот так, наверное. Китайская Народная Республика и Индия. Чи лидеры уже передавали Путину месседжи о невозможности применения ядерного вооружения в войне против Украины? Я думаю, что здесь, скорее всего, единственный, кто может повлиять, это Китай. Потому что Индия все-таки, она ведет очень интересную игру с Российской Федерацией. И нефть покупает, и нам снаряды продает. И совершенно недавно вместе с Соединенными Штатами Японии и Австралией поддержала нашу территориальную целостность. На одной из встреч и справедливый мир они тоже видят как перспективу. А вот Китай, он фактически, вы правильно сказали, как по мне, я скажу так субъективно, то Китай есть союзником. Но союзник, который боится вот этой ядерной составляющей. Мне так кажется. Единственное, чего Китай боится, вот так вот глобально. Но здесь же идет речь не о ядерном вооружении, а о том, что действия Российской Федерации обычным оружием могут привести к ядерной катастрофе. Вот здесь вот Россия с этими играется. Что мы же не бьем по АЭС, мы не используем тактическое ядерное вооружение. Все как договаривались. Это же Россия. Она же врет и союзникам, и себе, и своему народу. Поэтому мы можем воздействовать на Китай в том плане, что вот эта ядерная составляющая, она всеобъемлющая, она касается не только ядерного вооружения. Но и если, допустим, будет какая-то катастрофа, это повлияет на Европу. Европа это ваш тоже бизнес-партнер. На самом деле тогда война перейдет в другой совершенно, скажем так, темп. Я думаю, тогда Запад не сможет не отреагировать адекватно. Но нам интересно не чтобы потом, нам важно чтобы сейчас. Поэтому, скорее всего, мне кажется, нам могут помочь наши союзники, нежели Китай. Кстати, хотела и уточнить, каким образом, как вы видите, что могли бы предпринять наши партнеры, союзники. Ну и вот действительно тут важно понимать, это же Индия или Китай, они различают именно удары ядеркой по Украине или по критическим объектам ядерной энергетики. Тут же это тоже, как говорится, в нюансах дело. Один из элементов, но здесь остается вот этот вот люфт для того, чтобы они же не использовали ядерное оружие. Потому что, как Китай формулирует проблему, он же войну войну не может назвать? Не может. Так и здесь скажет, инцидент, а не применение чего-то. Ну и как бы там все на этом закончится. Тут нужно, чтобы Китай объяснил не публично России. Ну то бишь дал сберечь лицо Путину, но дал по лицу за кадром. Ну пойдет ли на это Китай, нужно ли это Китай, это один вопрос. С другой стороны, почему я к союзникам нашим апеллирую? Потому что это их безопасность, в частности Европа. Соединенные Штаты далеко, но они тоже не как бы главный союзник, который очень беспокоен ядерной составляющей Российской Федерации в любом виде. Поэтому вот как Соединенные Штаты, кстати, и наши союзники, может формулировать так, как это надо. И по любым каналам передать, что это будет расценено как использование оружия. И тогда могут быть последствия. То есть вы спрашивали, какие могут быть экономические, то есть переданные нам деньги, ресурсы для того, чтобы сохранить эту структуру. Очень тяжело, я, конечно, не энергетик, я не представляю, как перекрыть, не дай Боже, вот этот вот дефицит, вдруг он возникнет. Не катастрофический, который приведет нас к ядерной трагедии, но вот ресурс АЭС, это тот, который нас спасает тяжелые моменты. Можно ли это перекрыть каким-то образом? Не знаю, но хотелось бы, чтобы нам на Западе помогли. И Запад нам помогли в этом плане. Но, с другой стороны, очень важно, чтобы были переданы сигналы Путину, что это недопустимая мера, которая приведет к жесткому ответу от коллективного Запада. И вот здесь надо понять, какой этот жесткий будет ответ, чтобы Путин его четко понял. Путин не понимает намеки. Путин понимает только силу. И вот Запад должен ее продемонстрировать или хотя бы намерение ее применить. И это очень важно. Но, с другой стороны, если немаловажное, о котором я говорил, это закрыть небо хотя бы над этими участками, или в классике это закрыть полностью небо над Украиной. И есть ресурсы на самом деле. Просто нам рассказывают, что там патриоты, их так не так много, их долго производить. Но, с другой стороны, я не помню, кто-то из больших чинов, но бывших НАТО, говорил, ну, пылятся патриоты на складах, да? Значит, есть же какой-то запас, который не критичный для страны или страны, который может быть передан Украине. И она может защитить свою инфраструктуру, тем более зимой. Мы понимаем, к чему это идет. Мы переживали несколько зим, но эту все эксперты говорят, что она может быть критической, если мы всем миром не отстоим нашей энергосистемы. Олег, по вашему мнению, ядерные провокации Кремля каким-то образом связаны с процессом предоставления Украине возможности бить дальнобойным вооружением, западным вооружением по территории Российской Федерации? Просто складывается впечатление, как только вновь активизируется тема вот этого зеленого света от Запада, Россия начинает ядерные провокации. Либо что-то заявляет, как будто отпугнут, что ли, украинских западных союзников. Вы знаете, мне кажется, что она, во-первых, если берем энергетическую составляющую, они не останавливались, они к этому постоянно шли. Но просто я с вами соглашусь в этом плане, что вот когда возникает какая-то угроза России, они просто усиливают сигнал со словом ядерный. Все что угодно. Ядерное испытание, ядерная грязная бомба, ЗАЭС, Курская АЭС. Это же постоянно используются вот эти вот объекты и действия, в котором есть ключевое слово ядерный. И Запад, по большому счету, иногда реагирует, а иногда не реагирует, но уже больше не реагирует. И поэтому вот сейчас на самом деле для нас это не самая выгодная ситуация, но мы должны довести свой сигнал с ключевым словом ядерная катастрофа возможная. Потому чтобы Запад понимал, что вот то, что Путин пугает, это одно. То есть он, скорее всего, красную кнопку не нажмет, потому что он ее не нажал, когда мы зашли на территории, которую он уже себе присоединил силой, когда мы зашли на Курск и так далее, когда разбили частично Крымский мост. Это же все должно было закончиться применением тактического ядерного вооружения, как говорил Путин и его клика еще совершенно недавно. Поэтому вот мы сейчас должны заострить внимание наших союзников, чтобы они прониклись именно тем, что Путин может сделать в энергетической сфере. И это более действенная опасность, нежели та, которую он пугает сарматами своими, еще там чем угодно. Понятно, что они никуда не летят, кроме своей земли, вот, или даже не взлетают. Но нам вот в этой ситуации, когда уже ядерное использовано многократно, нам нужно пробиться к умам и сердцам наших партнеров, чтобы они действительно поверили в эту опасность и помогли нам ее предотвратить. Ну и касательно помощи наших западных партнеров, давайте тут напомним, да, когда у нас была в гостях в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн, она заявила, что власти Литвы демонтируют одну из своих тестов для последующей отправки ее частей в Украину. Вот насколько такая помощь действительно ощутима и какие еще могли бы страны присоединиться к Литве? Я думаю, что такая помощь, она неоценима, я имею в виду со стороны стран Балтии, потому что, ну, они реально дают последние. И это мы ценим и понимаем, и понимаем их мотивацию. Достаточно много стран, которые имеют опыт, ну, не военный, а вот, скажем так, создание объектов энергетических, которые не крупные, но в большом количестве дают тоже результат, который там условно одно тест, да. И мы должны с этими государствами сейчас общаться на эту тему, я думаю, и общаемся. И они нам помогают и финансово, и самое главное, что нельзя опускать, кроме каких-то конкретных объектов, постройка объектов, передача какого-то конкретного оборудования. Еще очень важно, чтобы была у нас ремонтная база, потому что вот эти все атаки, они должны заканчиваться тем, что мы очень быстро должны возобновлять тот или иной объект, который, он может быть просто трансформатором. Ну, во-первых, трансформатор новый, это не так быстро, как оказалось, их тоже не так быстро производят за рубежом, но их ремонтировать или другие объекты тоже необходимо. Поэтому тут, конечно, больше вопрос не ко мне, а к эксперту, который в энергетике разбирается, но я вижу где-то так. Спасибо вам, Олег. Единственное, что напомню, что с октября 2022 года Россия нанесла более тысячи ударов по объектам энергетики Украины, об этом сообщает Министерство энергетики, и сейчас государство проводит крупнейшую ремонтную кампанию. Спасибо вам, Олег. Олег Лесны, президент аналитического центра политика, был с нами на связи. Телеграм-канале Freedom. Только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.